Блок Аут. О новостях Блогосферы на Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Приветствуем вас. Павел Степанов. Анна Яни. За звукорежиссёрским пультом Романа Минев. И это передача Блок Аут на радиостанции Эхо Москвы в Уфе. Совершенно верно. Да. Сегодня четверг, 14.34, и мы для вас приготовили несколько очень интересных тем. Которые обсуждали в сети. В сети, да, которые обсуждали на этой неделе. А первая тема касается Уфимца, который направил 300 заявлений в прокуратуру о неубранном снеге. Да, об этом он написал у себя в Фейсбуке. Много перепостов было с комментариями. Зачем? Да, и чтобы не быть голословными, узнать на самом деле зачем и как это все происходило, мы сейчас будем до него дозваниться, чтобы он нам рассказал об этом как раз-таки в эфире. Потом мы обсудим один день с депутатом Хазигалеевым, который написал известный уфимский блогер Павел Степанов. Да, это я. Павел нам расскажет о том, как проходят депутаты. Да, расскажет свои впечатления. Вот, и попробую, может, если будут какие-то вопросы. Да, вы можете прислать вопросы. Номер 7-927-304-10-51. Или задавать их к нам у нас на Фейсбуке. А я их перенаправлю ему. Отлично. И у нас на телефонной связи Ренат Бакиев. Это вот небезразличный житель Уфы, который направил эти 300 заявлений в прокуратуру. Ренат, здравствуйте. Здравствуйте. Ренат, скажите, пожалуйста, в первую очередь, как вы собирали эти заявления? То есть как это происходило? То есть не заявления, а заявки. Сделал клич в Фейсбуке. И люди отправляли часть, кто-то отмечал непосредственно на самой карте, кто-то писал в комментарии, которые приходилось, так сказать, оцифровывать в виде карты. То есть я правильно понимаю, что вот эти вот фотографии, комментарии вы наносили на Google карты? Ну да. А что потом вы с этим сделали? Каким образом это происходило, подача заявлений в прокуратуру вот этих 300? Ну, получилось в итоге следующее. Люди отмечали участки, вот, и я в итоге все это выгрузил в виде информации, в виде участков с координатами, вот, и каждый участок разбил на равное количество точек. И на каждую точку в этом участке отправил заявление. То есть такой алгоритм автоматический. Ринат, а скажите, пожалуйста, вот, чего вы хотели вот этим добиться? Чтобы убрали снег с этих точек? Ну, хотелось бы, да, чтобы убрали снег. Вот, и второе, скорее всего, наверное, больше в том плане, что, чтобы статистика была такая, что все-таки есть, грубо говоря, в городе нарушение по статье 1234 на содержание обостройства дорог автомобильных. Потому что, ну, возможно, как бы, да, условно, там, где-нибудь на каких-нибудь заседаниях высоких, да, рассказывают, основываясь на статистике, что граждане не обращаются по такому правонарушению, соответственно, нет никаких проблем. Вот, теперь, как бы, условно, ну, не то, что теперь, как бы, теперь проблем-то таких больше стало, соответственно, нужно, наверное, надеюсь, будут какие-то предпринятые выводы и, ну, условно, и действия. А скажите, пожалуйста, прокуратура уже как-то отреагировала на ваше обращение? Ну, это, знаете, вопрос так откровенный, как бы, да, это было отправлено в прокуратуру только для того, чтобы был контроль, и только потому, что это было, ну, как не меркантильно, а потому что, в частности, что мне это ближе к дому прокуратуры Кировского района, ой, городу Уфы, городу Уфы, извиняюсь. Вот, а так это все-таки ответственность ГИБДД, и они, естественно, дальше переправили. А скажите, вы будете как-то вот это отслеживать, дальше предпринимать какие-то действия? Да, ну, будем. Сейчас, получается, вот, готовлю очень интересный инструмент, все мы привыкли общаться в социальных сетях, в мессенджерах, вот, и мы сейчас готовим такую автоматизированную систему для обращения по таким несущим проблемам, связанных с благоустройством, сразу непосредственно к своему депутату, которого мы избрали. Сарказмом, конечно, скажем, должно быть. Ну, то есть я правильно понимаю, что это будет такое некое приложение, где можно будет напрямую задать вопрос своему депутату, так? Нет, нет, это будет, знаете, как бы это не приложение, это будет, допустим, не знаю, там, в Телеграме, в Facebook, в мессенджере, в ВКонтакте, в WhatsApp, ну, WhatsApp, конечно, не факт. Просто будет такое, что вы идете, допустим, по Ленину, да, увидели то, что бордюр поломан, который ограждаешься, ну, дорогу на дороге. Вы фотографируете и отправляете, то есть, ну, заходите в мессенджер, отправляете, указываете, что вот хочу сообщить о таком факте, прикладываете фотографию, автоматически подгружается координата, и дальше, получается, получает информацию депутат, и этот депутат начинает уже по этой проблеме работать с соответствующими органами, в том же членами, надеясь, администрации города. Ринат, а к какому моменту нам ждать этот ноу-хау? Ну, оно уже готово, мы его сейчас тестируем, я думаю, что где-то через неделю-две мы выпустим его, так сказать, в плавание, все пользовались граждане, горожане Уфы. А где горожанам найти это будет приложение? Скачать или куда-то подписаться? Ну, я думаю, в том числе с вашей помощью мы как-нибудь еще раз расскажем, как все-таки этим пользоваться, и как установить, если в любом случае пока доступно в Телеграме, в Фейсбуке, а в ВКонтакте можно, но там будет такой момент, что не очень будет удобно, придется цифры писать, так как это все-таки будет бот. Ну, то есть, такая автоматизированная, раппетизированная система. Понятно. Спасибо большое, Ринат. Я напомню, что у нас на телефонной связи был Ринат Бакиев, небезразличный житель Уфы, который направил 300 заявлений в прокуратуру о неубранном снеге. Меняем тему. И мы переходим к теме, которую поднял и освещал у себя в ЖЖ Павел Степанов, которая касается одного дня с депутатом. Да. Паша, расскажи нам, как проходит вообще День депутата? Ну, меня туда как бы пригласили, предложили сделать такой материал, как бы осветить один день работы депутата. У меня, в общем, до этого в ЖЖ уже были подобные посты, но это не совсем с людьми было, как бы, а именно там с полицией. Допустим, да, один день с участковым я провел, вот, очень хороший материал у меня получился, он до сих пор где-то висит там на сайте МВД России, вот, и потом один день с неведомственной охраной мы патрулировали, ездили с утра, получается, с девяти и до, почти до утра. Вот, и тут вот мне предложили такой вариант сделать один день с депутатом. Я, ну, не отказался, естественно, потому что это все интересно, посмотреть, как это все работает. Ну, в итоге мы, я приехал к нему в офис, да, у депутатов есть офис, вот, это в торговом центре Башкирии находится. Там он проводил оперативку. Оперативку с сотрудниками Башкирии? Нет, со своими помощниками. У депутатов есть помощники, которые помогают ему в каких-то там решениях всяких проблем, потому что, ну, сами понимаете, депутат человек занятой, у него еще есть и бизнес, вот, потому что для многих, может быть, станет открытием, но депутаты нашего, ну, горсовета ухимского, они не получают зарплату. То есть они туда ходят как бы номинально, бесплатно, и мне, честно говоря, ну... Общественная нагрузка получается. Ну, да, как общественная деятельность, вот, даже недавно вот сам глава горсовета говорил, что мы пока не собираемся им платить зарплату, поэтому у нас как бы такое акционерное общество, вот, и как бы туда депутат приходит, какие-то там рассматривают законопроекты и так далее, голосуют там за что-то. Вот, ну, и приехали ему в офис, там проходила оперативка у господина Хазигалеева. Есть несколько проектов, вот, как оказалось, то есть депутаты не просто там приходят, что-то делают, помогают. Допустим, один из проектов это Домком, из того, что я запомнил, вот, где он призывает как бы и объясняет людям, что в каждом доме есть какой-то главный, да, который должен... Отвечать за дом. Аккумулировать, да, какие-то жалобы, и уже он непосредственно с Домком должен как-то контактировать с управляющей компанией, потому что, ну, многие жители, даже я вот, ну, не знаю, где у меня какая управляющая компания над моим домом, да, допустим, пока я просто не сталкивался с этим, да, когда не сталкиваешься, вот, и поэтому некоторые даже не знают, какая управляющая компания, куда подавать жалобы, как бы, вот, он это все, как бы, дело сейчас муссирует, проводит, я не знаю, там какие-то, может быть, не лекции, а как, ну, прием. Прием граждан? Прием граждан, да, где объясняют, что вот, ребята, вот, есть у вас управляющая компания, по всем, там, не убранным каким-то, там, не убран снег, там, где-то лед, где скользко, нужно идти именно в управляющую компанию, а не сразу к депутату, потому что, ну, пока депутат это все разберет, это все дело очень, как бы, долго затянулся, да, вот, еще, что он, какие проекты делает, это, сейчас такая реклама, да, идет, реклама мне на самом деле просто это один день был, все, что я увидел, то, что я пересказываю, это несколько ЖЭО, это девятый избиратель округ, вот, уфимский, и он там несколько ЖЭО проводит на конкурс на лучший дворник. Ого. Ну, вот, да, там, то есть он уже там выделил бюджет на какие-то подарки для них, именно для дворников, а не для ЖЭО, вот, и по итогам конкурса будет выбран победитель, или, как бы, он хочет вот так выручить. Ну, что, как бы, еще это там было. Что тебе запомнилось еще? Что еще запомнилось? Ну, приемная. Приемная, это где осуществляется прием граждан? Приемная депутата, да, это адрес 50 лет СССР, 47, вот, это со стороны двора, где, по-моему, первый подъезд, вот там, где участковый сидит, вот они там, он сделал там ремонт, опять же, за свой счет, потому что это помещение числится, как бы, на администрации города, как бы, муниципальное, вот, поэтому оно долгое время находилось в плачевном состоянии, там были, там, оторванные обои грязные, какие-то окна, вот, деревянные, там, с которой оттуда все дул, как бы, вот он все сделал из нее какую-то конфетку, приятно зайти, как бы, и люди к нему идут, вот, если вы там, где-то в этом, в Девятом округе проживаете, это, примерно, ну, район торговцентра Башкирия, я так понимаю, вот, то добро пожаловать к нему каждый второй четверг месяца, он принимается с шести до восьми. Вечера. То есть, да, жалобы, у него есть свой сайт, хазигалиев.ком, он есть в Фейсбуке, есть в ЖЖ, то есть, я как понял, он именно хочет показать открытость. Депутатов к своим избирателям. Депутатов, да, к своим избирателям, потому что, ну, есть несколько депутатов, которых, там, я лично знаю, которые, как бы, тоже помогают, вот, не только, там, господин Хазиев, но он решил, что, вот, надо показывать свою работу именно, например, на примере социальных сетей. Вот, что еще, ну, приходим, мы вот посидели, да, и, как бы, там, прием граждан как раз был в четверг этот. Много граждан вообще приходят на прием? Ну, в этот раз немного было, у меня, ну, просто сложилось, конечно, такое впечатление, что они все какие-то, там, ну, уже заранее обговорены, но, действительно, на самом деле, это не так было, вот. Мне потом, вы не подумайте, говорит, это, ну, как бы, не подстава какая-то, реально, потом пришел к нему проректор БГУ, если я не ошибаюсь, с предложением вести, как это, факультет по... Факультатив? Факультет, именно, отдельный факультет по изучению, как бы, и по подготовке кадров уже непосредственно в ЖКХ. В ЖКХ? Да, в системе ЖКХ, чтобы уже квалифицированные кадры выходили, вот, и приходили там, ну, как это, заведующий детским садиком с благодарностью, то, что там он помог в замене окон в детском саду, как бы, вот, ну, такие вот вещи, очень, ну, в принципе, работа не скучная. Не скучная? Ну, я думаю, что да. Ну, то есть, видите, человек из бизнеса, как бы, я тоже мне задавался вопросом таким, ну, зачем вот это депутатство нужно, да? Человек из бизнеса, у которого, по сути, все есть. Ну, все есть, да, и, как бы, я тоже спрашивал там у людей, как бы, ну, как вы думаете, почему, ну, вот, идут депутатами, да, там, ну, как бы, ты уже всего добился, у тебя все есть, и хочется что-то еще, что-то новое, какую-то общественную нагрузку на себя взять, вот, ну, не знаю, зачем, я бы, я бы, честно говоря, на себя не взвалил, да, я не знаю, вот, такая вот еще, что еще можно сказать, а он помогает активно кружку Хабенского, театральный кружок, да, мастерская Константина Хабенского, вот, я как понял, он совершенно бесплатно предоставляет им помещение в торговом центре Башкирии, А оно принадлежит ему? Ну, оно, да, он является одним из учредителей, скажем так, вот, и поэтому он меня даже пригласил в мае Константин Хабенский приезжает на открытие, по-моему, в РТ, и, если я не ошибаюсь, там, новую студию они, как бы, запускают, он меня пригласил в гости тоже встретиться, поговорить с Константином Хабенским, ну, вот, как-то так. Но ты расцениваешь позитивно работу депутатов? Я никак не расцениваюсь, честно. Ты просто протоколировал то, что происходило? Да, я просто посмотрел, как это происходит, интересно просто, например, мне побыть в роли помощника, да, допустим, реально посмотреть, какие дела делаются, но у него есть предложение конкретное к администрации, то есть мы с ним тоже об этом разговаривали, вот, например, он не понимает, зачем зам по благоустройству, допустим, одного из ЖЭО, то есть бегает по всем верхам, скажем так, да, с отчетами, каждый день у него по четыре, какое-то заседание, там, оперативок, селекторов, то есть вот такие вещи, на которые он тратит свое время по несколько часов в день, хотя он должен заниматься уже непосредственно на месте, какими-то проблемами, решениями этих проблем. Вот, и еще вот он не понимает, зачем, допустим, нужен вот этот вот глонасс на тракторах. Ага. Вот, то есть, понятно, это, ну, какие-то затраты, да, из бюджета на это все идут, но это никак не влияет на уборку территорий, да, от снега. Потому что, ну, мы видим, да, как трактор ездит, ну-ка, открываем карту там, да, вот они открыли, вот трактор ездит, как бы, а сколько он снега убирает, как бы... Это непонятно. Не убирает, ну, да, это непонятно, он может ездить просто с поднятым ковшом по дворам, как бы, и никто и не увидит его работу. Вот об этом речь идет, ну, такие вещи. Паш, а будет продолжаться серия «Один день с...» Я, ну, если кому-то из верхов, скажем так, интересно, то я могу посвятить «Один день». Вот, ну, я бы с удовольствием, например, сделал такой проект, там, «Один день» с начальником ГИБДД. То есть, ну, это не то, что я вот пришел и смотрю, а мне хочется именно сделать такой проект от порога дома, да, как он там пьет кофе, как он там с семьей, там, ну, там, дом его, да, показали, быт. То есть, ну, такие вещи, они куда интереснее людям, чем, ну, просто, ну, знают там, да, там, оперативка, построение, как бы, вот. Вот, и до конца дня рабочего, то есть, мне провести, он там, домой приезжает, целует детей, ну, грубо говоря, ну, это вообще, как вот делают там, НТВ раньше был, да, такой проект. Вот, ну, там, я не знаю, может быть, с мэром города, с Елавом, может быть, с Хамитовым, а там, глядишь, и... С Владимиром Владимировичем, да? С Владимиром Владимировичем, может, позовутся делать. Ну, вот. Спасибо большое, Паш. Меняем тему. Нет, не меняем. Нет. Рома не хочет, чтобы мы меняли тему, потом тадам-тадам. Мы хотели бы завершить сегодняшний блок-аут и рассказать про то, какое... Про колики. Нет. Это, наверное, самая обсуждаемая тема была. Я просто ради хохмы решил узнать у Фейсбука, как они борются с коликами у младенцев. То есть это, ну, я не ожидал такого эффекта, на самом деле, потому что в основном, в большинстве своем случае, это были комментарии от мужчин. Ну, вот. Да, действительно. То есть было интересно смотреть, это так мило, на самом деле. Мне в личку написало очень много народу, то есть, там, неравнодушные, там, ну, френды, друзья, да? Которые, вот, надо что-то делать. Так, вот поэтому, если у вас проблема коликов, заходите на мою страницу в Фейсбуке, читайте комментарии, вот. Я думаю, что это вам может помочь, поможет. Да, а если бы, шуток, это действительно была самая обсуждаемая тема в эфимской благосфере на этой неделе. Да, она висела в топе. Но мы хотели бы рассказать вам про инициативу нашего коллеги Стаса Михайлова, который у себя на Фейсбуке ведет опрос «Народную оценку работы глав районов». Это очень интересно, зайдите на страничку на Фейсбуке к Стасу Михайлову, там он выложил фотографии глав районов, их пронумеровал и предлагает поставить оценку их работе, то есть, по пятибалльной шкале. То есть, ты выбираешь там номер, ну, допустим, один, дробь, там, пять, там, четыре, три, там, два. То есть, вот, какая оценка заслуживает. Ну, вот, как я пошерстила и посмотрела, какие уже комментарии там приходят, да, вот, насколько я правильно поняла, то 90% людей, которые сейчас туда прибежали, это либо люди, которые работают в администрации, да, либо которые как-то с ней аффилированы. Потому что там, правда, очень интересные комментарии, очень интересные пятерки в тех местах, где, на мой взгляд, кажется, их не должно быть. Но посмотрим. Стас, когда подведет итоги, мы обязательно у него их возьмем и вам расскажем. Ну да. На этом наша передача сегодня подходит к концу. Спасибо, что были с нами. До следующей недели. Пока.